Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, сегодня у нас, наверное, очередная встреча с нашими экспертами. Я хотел бы представить наших уважаемых гостей, которые находятся здесь, в нашей студии. И в первую очередь, наверное, это представитель Генконсульства Казахстана. Это наш уважаемый гость, Ирлан Искаков, который относительно недавно, в 21-м году, приступил к своим обязанностям здесь. Но мы его уже очень хорошо знаем, видим ваши большие интервью, знаем вашу позицию по российско-казахским отношениям, по отношениям с Республикой Татарстан. И я думаю, что визит последнего президента Республики Казахстан господин Такаева, он, конечно, сыграл очень большую роль в укреплении взаимоотношений между Россией и Казахстаном, в том, что Татарстан позиционируется как один из передовых регионов. И я надеюсь, что здесь сотрудничество, безусловно, возможно по многим сферам. Вот. Впрочем, я думаю, что мы сейчас вас послушаем. И, значит, я вам представлю первому слово. Значит, прежде этого я представлю наших экспертов. Значит, рядом со мной находится Пеньковцев Роман Владимирович, доцент кафедры международных отношений, мировой политики, дипломатии, КФУ, кандидат исторических наук, специалист по вопросам безопасности. И я думаю, что Роман Владимирович меня однократно здесь видели. И сегодня тоже надеемся на его экспертизу. И, значит, еще один из наших экспертов – это Давлет Гильдеев Ростем Шамилевич, заведующий кафедрю теории истории государства и права. И, насколько я понимаю, человек, который читает ряд курсов по международному и европейскому праву на параллельной кафедре юридического факультета нашего университета, и, естественно, является специалистом в области международного европейского права. Вот. Он является еще доктором юридических наук. Ну, вот, по-моему, все титулы важные я назвал. Поэтому теперь можно обозначить нашу сегодняшнюю встречу. Ну, у нас тема самая-самая общая – это роль международных организаций в обеспечении региональной безопасности. И я думаю, что мы начнем с нашего уважаемого гостя, с нашего консула. Вот. Ну, а потом, по ходу, эксперты, значит, помогут нам обсудить и посмотреть на те проблемы, которые сегодня стоят перед нами. И, на мой взгляд, эти проблемы очень и очень важны. И я не боюсь этого сказать, что где-то даже и очень страшны. Потому что на завтра, вы знаете, назначена война. Ну, не больше и не меньше. Да? Очень надеемся, что, соответственно, это все останется только на словах. Но почему существует эта риторика, почему назначаются конкретные дни, я думаю, что об этом мы тоже поговорим. Это тоже интересные моменты. Все. Слово уважаемому нашему консулу. Пожалуйста, о ваших планах здесь, в Казани, о том, что будет делать Казахстан в плане сотрудничества. Ну, и, наверное, региональный аспект, без которого мы не можем обойтись, поскольку для нас Татарстан — это родина, наша республика. И, соответственно, мы приветствуем всех наших гостей. Пожалуйста. — Прежде всего, хотел выразить глубокую признательность руководству Института международных отношений Казанского федерального университета и за предоставленную возможность участия в дискуссии в дипломатии Центральной Азии, «Новые горизонты» и высокий уровень организации мероприятий. Сегодняшняя встреча особенно символична, поскольку проходит в год 30-летие независимости стран Центральной Азии и исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Россия будет играть ведущую роль в Центральной Азии и останется в качестве важной страны по пути развития экономики, безопасности, дипломатии и многих других факторов в Центральной Азии. С момента обретения независимости Казахстан прилагает значительные усилия по развитию региональной кооперации в условиях геополитической турбулентности и возросших рисков глобальной безопасности. Все большее значение для Казахстана обретает углубление взаимодействия с государством Центральной Азии. События трагического января в Казахстане продемонстрировали, что социально-экономические проблемы в государстве Центральной Азии имеют почти схожий характер, несмотря на различный уровень экономического развития и политической зрелости общества. Нерешенность этих проблем – это прямой путь к открытым выступлениям народных масс, которые воспользовались экстремистские группы. Ни одно государство и регион не может противостоять в одиночку против религиозных радикалов и террористов. Своевременное обращение к миротворческим силам ОДКБ стабилизировало обстановку республики. Наметившаяся тенденция на региональное сближение закономерно отвечает коренным интересам нашего региона, способствует укреплению братских связей, служит полноценной реализацией его огромного потенциала. Казахстан выступает за укрепление пятистороннего взаимовыгодного сотрудничества, всецело заинтересован политически в стабильном, экономически устойчивом и безопасном развитии региона. Данный вектор является одним из приоритетов внешней политики Республики Казахстан. В регионе налажен конструктивный многосторонний политический диалог, поступательно развивается и расширяется торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи со всеми государственными странами Азии. В марте 2018 года при активной поддержке первого президента Ельбасы Назарбаева Носултан, город Носултан был дан старт новому формату взаимодействия между государствами региона, проведена первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, на которой приняли участие руководство Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В ходе встречи были обозначены основные направления региональной кооперации. По результатам первого саммита активизировались контакты в области обеспечения безопасности, установлены взаимодействия на уровне спецслужб и правоохранительных органов по борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков, организованной преступностью и иными вызовами и угрозами. Впервые в 2019 году состоялся Центрально-Азиатский экономический форум с участием вице-премьеров стран региона. 29 ноября 2019 года в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая подтвердила готовность всех сторон сближения, в том числе решение пограничных и региональных вопросов. Важным итогом стало принятие совместного заявления регламента консультативных встреч. Был анонсирован ряд предложений в области развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного, инвестиционного, транзито-транспортного сотрудничества. Прошедшая 6 августа 2021 года в городе Турпенбаши третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии придала дополнительный импульс развитию регионального сотрудничества. В рамках этого саммита были успешно проведены экономические форумы, форумы диалога и женщин, выставки национальных товаров и гастрономии, а также торжественный концерт мастеров искусства Центральной Азии. Особое внимание уделено перспективам развития взаимосвязанностей торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационных сферах, вопросов водопользования, цифровизации, сохранения биоэкосистем, продовольственной безопасности, развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также противодействия негативным последствиям пандемии. По итогам прошедшей третьей конституционной встречи выработана дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 22-24 годы, а также подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке, охватывающей практически все направления кооперации. При этом обращается внимание на отсутствие какой-либо блоковой ментальности в региональной кооперации. Консультативные встречи не нацелены на противопоставление региона внешним факторам, а сфокусированы на решении внутренних вопросов Центральной Азии. Стороны исходят из того, что мир и процветание в этом регионе выгодно и не только для стран, но и ключевым мировым державам. Важность для всех сторон представляет продолжение этого диалога, нацелено на достижение практических результатов. Локомотивом региональной кооперации является развитие экономического сотрудничества Казахстана. Важной роль отводится создание сети оптово-распределительных и агрологистических центров. Считаем, что данная инфраструктура позволит осуществить скоординированные поставки всех хостоваров на рынки ЕС, СНГ и третьих стран. В этом направлении совместно с Узбекистаном реализуется проект строительства международного центра промышленной кооперации Центральной Азии. Аналогичная работа по созданию приграничных торгово-экологистических центров проводится с Кыргызстаном и Таджикистаном. Для начала пандемии динамика региональной торговли демонстрировала уверенный рост, несмотря на ограничения на период с января по ноябрь 2021 года. Тово-борот между Казахстаном и странами Центральной Азии составил 5,6 миллиардов долларов, что на 32% выше, чем за аналогичный период 2020 года. И это порядке 0,04% от всей мировой торговли, по данным ЮНКТАТ. Помимо этого, доля взаимной торговли стран и регионов занимает 9% от общего отоборота нашими стран, наших государств, учитывая возможности наших экономик, а та же емкость рынка, а это 75 миллионов человек, данный показатель не соответствует имеющемуся потенциалу. Казахстан выступает за развитие транзитного потенциала региона. В Центральной Азии уже реализован ряд крупных транзитно-транспортных проектов. Сегодня по территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, из них 5 железнодорожных, 5 автомобильных. Продолжается работа по улучшению транзитных маршрутов, что может значительно увеличить экономическую активность региона. Большой потенциал несет в себе налаженную взаимосвязанность между Центральной и Южной Азией, странами Персидского залива. Одним из маршрутов, соединяющихся Центральной с Персидским заливом, является дорога Казахстан-Туркменистан-Иран. Государство Центральной Азии выступает в новый этап своего развития, в период кардинальных трансформаций. В мире востребованным является найти решение почистить региональные проблемы, как водоснабжение, экологическая безопасность, приоритетные приграничные вопросы, совершенствование механизмов управления водными ресурсами. Это сегодня тоже одно из важных вопросов в регионе, который требует больших усилий. Востребованность остается в инициативе по созданию водно-энергетического консорции в Центральной Азии. Значительный рост уровня взаимодействия отмечается в культурно-гуманитарной сфере, что является естественным фундаментом. Выстраивание в Центральной Азии общей атмосферы доверия между народами. Казахстан выступает за расширение взаимодействия в области образования, которое является ключевым фактором прогресса. Кстати, Казахстан также готов расширить квоты для студентов из Центральной Азии. Считается важным расширить обмены студентами, всемирно поддерживать их стремление к передовым знаниям. В Центральной Азии формируется новая модель многостороннего взаимодействия. Благодаря усилиям всех сторон кардинально изменились межгосударственные отношения внутри самого региона. Особое внимание дальнейшему укреплению пятисторонного взаимодействия уделяется в области обеспечения региональной безопасности. Это имеет первостепенное значение в контексте складывающей ситуации в соседстве с Афганистаном. Казахстан оказывает необходимую военно-техническую поддержку Таджикистана для укрепления таджикско-афганской тематики. Мы все внимательно следим за развитием военно-политической обстановки в этой стране, включая заявления талибов об их приверженности соблюдения норм международного права и прав человека, включая национальных меньшинств, а также отсутствие экспонентских планов в отношении стран Центральной Азии. Однако в настоящее время считаем целесообразным дождаться решения ООН, а также заявления новой власти, в том числе по внешней политике. Все это связано с резолюцией СБ ООН. Тем не менее, необходимо создавать условия для диалога с новыми правительством вне зависимости от его политических установок и диалоги. Для стран Центральной Азии это весьма важно. Пандемия COVID-19 продемонстрировала сплоченность нашего региона. Казахстан продолжает оказать гуманитарную помощь партнерам по региону, оказавшимся более затруднительным условиям. Это и Таджикистан, это Киргизия, это Узбекистан. С соседними республиками проводится координация усилий по совершенствованию санитарно-эпидемиологической инфраструктуры, оперативному обмену опыта, по лечению профилактики инфекции, а также принимаются практические меры по бандернизации пунктов пропуска на границе для облегчения перемещения товаров и устойчивой транспортной связанности. Готовность государств оказывать взаимную поддержку и пассивную помощь в трудный период в очередной раз подтвердила незыблемость уздружбы и добрососедства. С начала пандемии Казахстан оказал странам региона значительную поддержку от печенья и продовольственной безопасности. Это и продовольственные товары, это и консервы, зимние палатки, и гуманитарная помощь в виде пшеничной муки, это и в виде аппаратов ИВЛ. Казахстан вошел в число первых десяти стран, разработавших эффективную и, что важно, безопасную вакцину. В июле 2021 года наша вакцина была направлена в Кыргызстан. Налажено также производство российской вакцины «Спутник Ви». Высказаны мною тезисы, продиктованные искренним стремлением к улыблению нашего многогранного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех государств и народов региона. Наша главная цель превратить Сатрая на Азию в стабильный, экономически развитый и процветающий регион. Уверен, что в духе дружбы и добрососедства, взаимного доверия Казахстан сможет с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели. Благодарю за внимание. Спасибо огромное за ваше выступление и за те аспекты, которые вы в нем раскрыли. Очень важны аспекты, связанные с сегодняшней нашей тематикой, связанные с безопасностью. И поэтому, наверное, мы должны обсуждать сегодня проблемы все, не скрывая их. И, конечно, шоком, наверное, для большинства жителей стран СНГ были январские события, с которых, собственно, начался Новый год. Новый год он как-то всех сплачивает, объединяет. А здесь, к сожалению, мы увидели сначала мирные протесты, которые потом перешли фактически в трагедию. Причем эта трагедия воспринималась не только в самом Казахстане, но я думаю, что сопереживали люди в других странах СНГ. Тем более, если брать цифры экономического развития, мы видим, что казахстанская экономика одна из первых в странах СНГ. Точнее, занимает второе место после Российской Федерации. И, соответственно, вроде бы ничего не предвещало таких событий. Поэтому, если вы позволите, мы от вас перейдем к нашим уважаемым экспертам. Потом вам предоставим опять возможность высказаться по этим вопросам. Ну, наверное, с Романа Владимировича начнем. Роман Владимирович, а что это было в начале января? Вот сейчас фактически середина, да, сегодня 15 число, 15 февраля. Вот с позиции 15 февраля можем мы дать какой-то четкий достаточно ответ, что это было для Казахстана, для всех стран СНГ, для России, для тех, кто, соответственно, живет в республике Татарстан. Вот эти январские события. Спасибо, Андрей Георгиевич. Ну, коллеги, действительно, я согласен с уважаемым модератором, что те события, которые произошли в новогодние дни, они вызвали шок, они вызвали шок, они вызвали шок в России, я думаю, в мировом сообществе тоже это было воспринято таким образом, ну, естественно, в здравомыслящем мировом сообществе. Вот, потому что, я думаю, ни один здравомыслящий человек, где бы он ни жил, он не хочет видеть то, что нам показывали применительно Казахстану, вот это совершенно, совершенный хаос, неразбериха, это очень страшно, такого быть, конечно, не должно. Что касается вот России, российской аудитории, то вот буквально в скорости после того, как произошли эти события, мне довелось выступать на одном из центральных каналов, и там параллельно шел опрос о том, как россияне реагировали на эти события, коллеги. И вы знаете, статистика звонков показала, что несмотря на новогодние праздники, 50% россиян следили внимательно за тем, что проходило в Казахстане. 50%! Вы думаете, коллеги, в это? Это значит, что люди, вместо того, чтобы сидеть за праздничными столами и, так сказать, отмечать замечательный праздник, следят, что происходит у соседей, беспокоятся за них. Это очень важно. Это действительно говорит о консолидации наших позиций, не только на уровне глав государств, но и на уровне граждан. Это очень важно. Если говорить по вопросу о том, что это было, ну, тут я уже думаю, что уважаемый консул ряд позиций нам раскрыл, то есть это была попытка государственного переворота, это были люди экстремистские настроенные, террористы, и, наверное, иную трактовку вряд ли можно дать в этих условиях. Но я бы, коллеги, немножко сместил акцент на российскую почву. И я хочу отметить такой очень важный факт, что ведь Казахстан, это не просто ближайшее государство к нам, это понятно, да? У нас самая протяженная граница, которая существует, это граница с Казахстаном. И если, не приведи Господи, начнется какое-то беспокойство в этой зоне, она перекинется и к нам, вот эта ситуация. Поэтому мы должны всячески способствовать тому, чтобы вся ситуация в Казахстане была спокойно, размеренно, стабильно, чтобы до нас это не дошло. Это очень важный момент, очень важный момент. И вот, на мой взгляд, те действия, которые предприняла Россия в этих сложных для Казахстана условиях, они свидетельствуют как раз об этой политике. О политике того, что для России очень важно, чтобы с одной стороны стабилизировать обстановку в ближайшем к нам государстве, в нашем партнере, в нашем друге, а с другой стороны не допустить переноса подобных, аналогичных каких-то событий к нам. Вот это очень, на мой взгляд, важная ситуация. Вот это вот первое, что я хотел бы сказать. Хорошо, спасибо. Но это, наверное, самая общая такая оценка, здесь нужно разбираться. Роман Владимирович, у меня такой маленький вопрос в догонку. А вот эта вот ситуация 2014 года, которую мы тоже квалифицируем в России как государственный переворот на Украине, нашей горячо любимой, но сейчас ставшей чуть ли не самым врожденным государством, с которым мы вроде бы даже собираемся воевать по сообщениям некоторых западных источников, или вернее, ряда западных источников, так, наверное, будет верно. Далее ситуация в Белоруссии. Ну, я не беру, там есть ситуации очень важные, связанные с Карабахским конфликтом, и в Молдавии, и так далее. Но вот беру такие страны, наиболее, наверное, близкие. Потом Казахстан. Есть ли какая-то связь между этими событиями, или это все-таки отдельные события, их надо отдельно интерпретировать? Вот именно с аналитической, экспертной точки зрения. Как вы считаете? Ну, это, безусловно, события взаимосвязанные. Вот, к сожалению, мы живем в условиях действительно нестабильного международного общества. Это большая проблема. Но международное общество может быть нестабильно по каким-то объективным причинам, ну, я не знаю, там экологические какие-то проблемы. Вот. Но в данном случае, если вот идти по пути именно анализа военно-политической обстановки, то мы видим, что эта нестабильность спровоцированная. Спровоцированная. И, к сожалению, вот 21 век нас столкнул с таким феноменом, который международники отлично знают. Это, например, феномен цветных революций. Да, вот. Этот феномен, он как раз и, наверное, нам демонстрирует тот вектор, который сегодня развивается в тех странах, которые вы перечислили, Андрей Георгиевич. Это и Украина, это и Грузия, это и попытка в Казахстане, попытка в Белоруссии. Да, действительно, есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы сохранялась международная стабильность. Есть те, кто вот эту лодку пытается любыми способами раскачать. Вот для чего это делается? Ну, с моей точки зрения, это делается из корыстных, в первую очередь, побуждений. То есть, те, кто пытается эту лодку раскачивать, он в конечном итоге преследует какие-то свои конкретные выгоды вот этого мероприятия. Возможно, политические, возможно, экономические. Но вот хочется таким людям просто сказать, да, что если вы раскачиваете такую лодку, да, вы ее ведь раскачиваете не только в одном регионе. Вы должны понимать, что если вы раскачаете ее на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, эта лодка раскачается и в других местах. И вы сами же с этой лодки и свалитесь в конечном итоге. Победителя-то не будет. Вот в чем проблема. Поэтому вот, к сожалению, вот эта цепочка событий, которые можно вписать, кстати, арабскую весну, с моей точки зрения, события в арабском мире, арабская весна, которая обычно выделяется в отдельный сегмент, является частью все тех же цветных революций. Она немножко по-другому проведена, в другом регионе вроде бы. Но смысл тот же самый. Тот же самый. Деструктивно раскачать ситуацию, привести, как кажется тем политикам, которые это делают, привести к власти удобные для них силы и дальше пытаться вот в этой мутной воде ловить рыбку. Вот это вот та политика, которая происходит сегодня те, кто организует цветные революции. Ну а если говорить, кто эти цветные революции реализует, ну я вот рекомендую всем посмотреть. Есть очень существенное исследование Шарпа, американского политолога, на которого, кстати, опиралась администрация Байдена, администрация Трампа и всех они его, кстати, цитировали очень активно. Вот в книге Шарпа очень четко описано, что такое цветные революции, как их нужно реализовывать, даются конкретные практические рекомендации. И соответственно, наверное, те, кто его активно изучает, активно цитирует, а потом выводит на уровень практической политики, вот они как раз и являются теми людьми, кто инициирует вот такие процессы. Хорошо, спасибо. Рустам Шамильевич, теперь, наверное, к вам. Мы не затронули очень важный аспект всей этой темы. Это ОДКБ, та организация, которая до последнего времени называлась многими, ну, скажем так, публицистами, не буду называть этих людей экспертами. Они говорили как о таком бумажном тигре, организации, которая не существует на практике, которую нельзя применить. Очень сильная критика была, мы еще знаем, в 21 году вот по поводу, например, киргизо-таджистского конфликта, почему не вводятся войска ОДКБ, хотя юридических оснований, на мой взгляд, там просто не было, хотя, может быть, вы меня поправите, да, я не юрист, да. Теперь, что касается Нагорно-Карабахского конфликта, тоже все время звучало, в основном, с армянской стороны, да, почему нас не защищает Россия и так далее. Хотя, на мой взгляд, опять же, правовых оснований для ввода российских войск, например, на территорию Нагорного Карабаха, который юридически является территорией Азербайджана современного, да, ну, просто не было. Вот. И, наконец, вот эта ситуация в Казахстане, да, которая, ну, наверное, на взгляд, во всяком случае, многих аналитиков, экспертов прошла достаточно успешно, будем надеяться, да, что здесь каких-то повторов просто не состоится. Вот. Какова ваша точка зрения и что бы вы хотели сказать по этому поводу? Спасибо большое, Андрей Георгиевич. Знаете, наверное, нужно начать с того, что вот тема, заявленная сегодня на обсуждение, она в определенной степени показательна, да, потому что есть очень большое желание и потребность, может быть, да, в обсуждениях подобного рода проблем уйти от проблем, скажем так, региональных многосторонних, перейти к проблемам, которые имеют, там, условно говоря, противопоставление двух или трех государств друг другу. С одной стороны, это, наверное, очень интересный вариант, он действительно имеет значение, особенно в контексте повторения исторических событий 90-х, там, 80-х, ну, и более ранних периодов времени, да, это противостояние блоков, соответственно, Советский Союз и США, но, тем не менее, вот одна из особенностей, которая, собственно, имеется в современном мире, ну, последние 30 лет, это формирование в нашем регионе, в евроазиатском регионе соответствующих структур региональных международных, которые имеют характер международных региональных организаций, межправительственных, и они обращены, как раз, на определенные региональные проблемы, в том числе, проблемы безопасности. Мы можем назвать ведь несколько таких структур, да, это и Европейский Союз, в том числе, который ориентирован, конечно, прежде всего на себя, с одной стороны, но и на своих соседей, коими являемся и мы, и европейская проблема региональной безопасности, она решается не только через НАТО, она на сегодняшний день предложена, по крайней мере, решается, в том числе, и через такую модель, которая сейчас проходит определенные стадии институционализации, проект ПЭСКО, такое структурированное сотрудничество, это, ну, определенные воспоминания того, что было предложено еще в 50-е годы в рамках Европейского оборонного Союза. Вот, это один момент, да, как бы, и в том числе, это другие структуры, которые создаются, это и старая организация ОБСЕ, ну, старая, условно, опять же, да, как бы, с точки зрения существования ее еще и в период существования Советского Союза, но сегодня это все-таки организация, а не только совещание, и тоже ее, наверное, сбрасывать с счетов нельзя в контексте рассмотрения проблем региональной безопасности. То же, что касается структур международных организаций, которые были созданы уже вот после распада Советского Союза, на наше пространство непосредственно евразийское, это, конечно, да, ОДКБ, в определенной степени, может быть, шанхайская организация сотрудничества какие-то элементы тоже затрагивают в области безопасности, хотя, конечно, не военной. А вот ОДКБ, да, организация договора коллективной безопасности ориентирована непосредственно на проблемы, связанные с безопасностью, в том числе оборонной тематикой, хотя на самом деле вот то, что вы отметили, Андрей Георгиевич, по поводу спящего характера, да, как бы, или такого нейтрального статуса этой организации долгое время, нужно сказать, что если в области проблем, ну, скажем так, коллективной безопасности действительно ОДКБ не активно, собственно говоря, действовала и практически не действовала до определенного момента, до января, собственно говоря, да, этого года, то в области других проблем безопасности ее активность была, ну, достаточно неплохой. И вот в том числе мы с аспирантами рассматривали эту тематику в рамках диссертационных исследований, это проблематика миграционная, да, то есть вопрос миграционной безопасности и проблема, связанная с незаконными лицами, пересекающими границу, постоянные периодические мероприятия ОДКБ, они, в общем-то, заметны в этой области. Это проблема борьбы с преступностью, это вопрос, связанный с наркотрафиком, то есть есть целый ряд вопросов безопасности, которые ОДКБ, ну, плюс или минус, но достаточно неплохо рассматривали на своем уровне. Понятно, что в пределах тех полномочий, которые, собственно, существуют у данной организации. То же, что касается вопросов, собственно, вот коллективной безопасности, то действительно, на наш взгляд, не было оснований вторгаться в вопросы конфликтов, которые существовали на территории стран-участников этого договора и, соответственно, этой организации. Ну, особенно, если это касается, вот, скажем так, последнего конфликта, имеющего двусторонний характер между Республикой Азербайджан и Республикой Армения, поскольку прежде всего здесь вопрос стоит о том, что территория Армении, собственно, не была затронута. Да, и вопрос о непосредственном обращении, он не мог решаться в позитивном ключе, исходя из того, что территориальная целостность государства-члена ОДКБ в данном случае никоим образом не была, как бы, нарушена. То же, что касается, да, территории Карабаха, да, то, соответственно, эта проблема, она решалась, безусловно, может быть, длительное время и не очень эффективно на разных уровнях, в том числе на уровне ООН, но, причем, да, соответствующие резолюции Совета Безопасности есть, да, как бы, ООН по поводу соответствующей территории. И, в общем-то, это в определенной степени являлось очень важным аспектом, по которому Российская Федерация, наблюдая за ситуацией и будучи в соответствующих договорных отношениях с Арменией, в том числе по тематике безопасности, тем не менее, не вмешивалась активно в этот конфликт, а рассматривая себя как посредника в соответствующем регулировании спора. Вот, то, что касается январских событий в Республике Казахстан, конечно, это не совсем очевидный вариант участия организации договора коллективной безопасности, но это вопрос, который уставлен правом организации решается достаточно абстрактно. То есть, если есть запрос со стороны государства, то тогда соответствующие силы могут быть применены. Это вопрос, который имеет, скажем так, с одной стороны юридическую формулировку, с другой стороны политическое содержание. То есть, как бы, решение вопроса остается за вот этим высшим органом, который, собственно, решение не принял. Да, безусловно, в определенной степени это произошло очень быстро, в отличие от других ситуаций, когда соответствующие процедуры могут длиться месяцами, может быть, годами. Но, тем не менее, это вопрос, который ставится на повестку дня, опять же, высшего органа международной региональной организации, и это уже их собственная процедура, которая в данном случае работает. Ну, наверное, вот пока основные вещи. Спасибо огромное. Я хотел бы, наверное, здесь добавить, что ведь здесь есть и позиции центрально-азиатских государств, и часто они различные. Например, Узбекистан не выразил желания, скажем, после вот этих событий входить назад в ВДКБ, и там было достаточно четкое обоснование, во всяком случае, на уровне экспертов оно было доступно, о том, что у нас есть определенные взаимоотношения и соглашения с Российской Федерацией. Именно она обеспечивает нашу безопасность, поэтому мы не видим смысла вступать в ВДКБ. Поэтому каждое государство, наверное, свою точку зрения здесь проводит, и, наверное, каждое суверенное государство просто имеет право на это. Из этого мы тоже должны исходить. Не все входят в ВДКБ, и, соответственно, ВДКБ первый раз, наверное, себя проявило, но как совершенно правильно было замечено, в той ситуации, которая являлась достаточно расплывчатой с точки зрения юридической, да, и вот никто, наверное, года два-три назад не мог предположить, что именно в этой ситуации ВДКБ будет использоваться на практике. Но сам по себе этот факт достаточно важный. Я позволю себе его сравнить с тем, как развивалась ситуация в 2008 году, когда Россия оказала помощь Южная Осетия, и, соответственно, именно здесь, да, России заговорили о том государстве, которое там возвращается, вот. Ну, злые языки говорят о том, что возрождается некий Советский Союз и так далее, что, на мой взгляд, просто невозможно, да. Но, тем не менее, да, вот эти события, они достаточно сравнимы. Поэтому то, что ВДКБ работает, это хорошо. То, что есть разные ситуации, да, и разные стратегии разных стран, в том числе входящих и не входящих в ВДКБ, в том числе находящих в Центральной Азии, я думаю, что это всем достаточно очевидно. Уважаемые друзья и коллеги, вот у нас такой, ну, некий первый раунд состоялся, все наши уважаемые спикеры, уважаемые эксперты высказались, может быть, в аудитории есть у кого-то вопросы, кто хотел бы спикерам что-то задать, потому что я боюсь, что у нас время очень небольшое, и потом просто не хватит времени на вопросы. Есть ли те, кто хотел бы задать вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон можно? А, так слышно будет? Сейчас вам дадут микрофон. Представьтесь только, пожалуйста. Салам алейкум, господин Ирлан Узанович, меня зовут Саид, я родом с Кавказа, и хотелось бы для начала сказать, что Кавказ всегда будет благодарен Казахстану, который в свое время приютил моих братьев-земляков на своей земле, после всем нам известных событий. Сегодня знаменательная дата, 15 февраля, ровно 33 года назад, последние войска Советского Союза вышли с территории Афганистана. И совсем недавно, 31 августа 2021 года, последний солдат армии ВС США покинул территорию Афганистана, тем самым завершились миссии и операции США и НАТО в Афганистане, что создало довольно-таки нестабильную обстановку в Афганистане и в Центрально-Азиатском регионе. И эта обстановка нарастает, и нарастает гуманитарный кризис в самом Афганистане и вследствие уже в Центрально-Азиатском регионе, так как Афганистан имеет прямое влияние на него. Какую роль играет ШОС в регулировании обстановки и будут ли применены какие-либо шаги со стороны ШОС, со стороны участников ШОС и Казахстана в частности по легитимизации Тальбана? — У меня вопрос, да, я так понимаю? — Да. — Да, я на самом деле очень рад, вы правильно отметили, что Казахстан в свое время, в годы войны и до войны принимал очень много. Те народы, которые сегодня и проживают, это и корейская диаспора, это и чеченская диаспора, и ингушская, которые проживали у нас в Казахстане, и кто-то по каким-то мотивам остался, кто-то переехал. Действительно, это так и было. Казахстан действительно оставался таким гостеприимным государством и до сих пор сохраняет эти традиции. И та дипломатия, которая зарождалась у нас в далекие времена, она продолжает уже более в другом ракурсе, уже в таком самостоятельном, независимом. И сегодняшние наши взаимоотношения со всеми государствами, конечно, они носят и двусторонний, и многосторонний характер. И одна из этих организаций, шанхайская организация сотрудничества, которая больше нацелена на экономическое сотрудничество. Поэтому здесь говорить о каком-то военном характере отношений. Может быть, в будущем эта структура пересмотрит свои, так скажем, направления, но в настоящее время это больше экономика. Вы знаете, что в рамках ШОС у нас проводится очень много мероприятий. Тем более, сегодня у нас два активных партнера в регионе, это Россия и Китай. Мы ставим акцент в Польше на транзит, на транспорт и потенциал. Вы сами знаете, сегодня успешно реализуется проект Западный Китай, Западный Казахстан, который в дальнейшем будет проходить по российской территории. Это как и ЖД, как и Авто. То есть, как я больше акцентирую, это больше экономика. Поэтому мы на этом и дальше будем ставить акцент. Более того, как я уже обозначил, это будут и различные направления транзита не только через Торию Казахстан, но и через Центральную Азию, Каспийский регион. Поэтому мы за многовекторные такие направления, где есть возможность не зацикливаться только на одном, а в нескольких. И это дает всем выгоду. И экономика это показала. Показала, потому что буквально за 10 месяцев только с Россией у нас было больше 20 миллиардов. Это порядка выше 20% с прошлым годом. И мы видим потенциал. потенциал, потому что, к сожалению, пандемия изменила и внесла коррективы в наши отношения. Но мы надеемся, придем к этому направлению. И как вы видите, помимо тех стран, которые я обозначил, есть у нас и Кыргызстан. Это наш великий сосед, это наш добрый и по языку, и по истории близкий сосед. Поэтому со всеми государствами у нас взаимоотношения тоже правильно. Вы заметили, сегодня у нас активно идет сотрудничество с Татарстаном. Это, я бы сказал, как вот даже Путин отметил, это динамичный регион. Мы вот недавно статистику проводили. К нашему округу относятся 12 регионов субъектов Российской Федерации. И по торобороту у нас получилось 14% от общего тороборота с Российской Федерацией. То есть это огромный потенциал для нас. И Татарстан там лидер. При этом я хотел бы сказать, что за последние два года у нас идет такая интенсивность. Это порядка 1,8 миллиардов инвестиционных контрактов. Тороборот был порядка 630 миллионов. То есть у нас все перспективы к тому, чтобы расширить, как ставили наши главы государств, до отметки 1 миллиарда в торобороте между нашими республиками. Вот, наверное, я так бы объяснил вот наши взаимоотношения в рамках ШОС. Хорошо. Спасибо огромное. Если, коллеги, еще вопрос, пожалуйста, тоже можно микрофон передать. Если можно, тоже представьтесь, пожалуйста. И кому вопрос адресован. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Гареева Камила. Я студентка ИМО второго курса. Ирлан Узанович, конечно же, вопрос вам. Возвращаясь к теме ОДКБ, скажите, пожалуйста, считается ли необходимостью ввод войск ОДКБ в Казахстан? Это было ли, по вашему мнению, необходимо, или можно было это как-то избежать? Спасибо большое. Это острый студенческий вопрос. Да, к обсуждению вопроса. Я просто хочу, так скажем, дать пояснение в том плане, что в чем история была этого вопроса. Как вы знаете, триггером вот этих всех волнений, которые произошли в Казахстане, это был газовый вопрос. И та цена, которая была, так скажем, утверждена определенными структурами в энергетической отрасли, она не отражала, так скажем, тех возможностей граждан, которые проживали в том регионе. Этой ситуацией воспользовались из народных, так скажем, волнений, переросшие, так скажем, уже в экстремистские, так скажем, события, произошедшие на юге Казахстана, они дали почву для того, чтобы мы смогли, так скажем, в качестве моральной поддержки пригласить миротворческие силы в ДКБ, что и сыграло основную роль. И если вы обратите внимание, это буквально несколько дней, и ситуация разрешилась в лучшую сторону. Потому что та ситуация, которая была в моем любимом городе Алмате, ну, просто не подается никакой логике. Потому что, ну, я знаю алматинцев, это такие же казанцы, которые выходят, и если выступают, то это мирные, так скажем, демонстрации. Но когда люди начинают провоцировать и поджигать, так скажем, здание мэрии, 17 атак производить на здание ГУВД, нападать нам на аэропорт, рушить его, просто вандальничать и, более того, грабить те магазины, которые находятся внутри здания, ну, это переходит всякие рамки. Ну, а то, что мы видели, это избиение полицейских, службы военной, так скажем, и правоохранительных органов, ну, это уже переходит всякие рамки. Соответственно, руководство страны было принято решение о приглашении сил, миротворческих сил на ДКБ, и они, так скажем, сыграли определенную роль, и, как я отметил, это буквально заняло несколько дней. Причем эти силы у ДКБ были сосредоточены больше на, скажем, таких стратегических объектах, то есть это аэропорт, дипломатические консульские учреждения, здание, вот, насколько я знаю, было, это объект электро- и водоснабжения, то есть это они практически не занимались операционной деятельностью в городе. Операционной деятельностью в основном занимались это наши внутренние войска, силы КНБ, силы Минобороны, правоохранительных органов, занимались зачисткой территорий от экстремистских группировок, и, как вы видите, это практически, ну, может быть, за 7-10 дней было предотвращено. Сегодня в Казахстане ведутся следственные мероприятия с задержанными, и этому будет дана позже правооценка всем этим событиям, и мы надеемся также на справедливые и следственные мероприятия, которые будут проводить нашими правоохранительными органами. И я думаю, что это будет также привлечено при необходимости и международных экспертов, потому что мы сегодня видим и прослеживаем определенную связь экстремистских группировок, которые находятся не только в Казахстане, но и за рубежом. И я думаю, в ближайшее время мы узнаем определенные выводы наших следственных органов. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вопрос ваш. Уважаемый свитер, уважаемый Андрей Георгиевич, спасибо большое за интересную дискуссию, это много пищи для размышления. Хотелось бы немного переключить фокус нашей беседы в сторону заявленного, немного расширить ее. Вот интересные заметки были в ваших выступлениях о более широком понимании слова безопасность, были упоминания экономической безопасности, экологической, информационной. И тогда, когда мы говорим о международных организациях, действительно мы тоже говорим не только о организации ОДКБ. Правильно? Если принять во внимание, что понятие безопасности гораздо шире воспринимается экспертным сообществом, которое занимается определенной проблематикой, не могли бы вы дать небольшой комментарий по поводу роли, которую выполняют другие организации, включая ВОЗ, включая Всемирную торговую организацию, может быть где-то об инициативах ООН, которые способствуют укреплению взаимосвязей между государствами в регионе, способствуют снижению напряженности и повышению того, что мы называем безопасностью. Вопрос общий, так что вовлечь в дискуссию и юридическую точку зрения, и может быть вопросы связанные с экономической, с информационной безопасностью. Иван Владимирович, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Уважаемые коллеги, как будем делать? Давайте, может позицию, что действительно вопрос о безопасности это вопрос многогранный. Он не исчерпывается исключительно элементами коллективной безопасности, поскольку это отдельное управление. И, как правило, собственно говоря, та модель коллективной безопасности, которая была создана после Второй мировой войны, она была, собственно говоря, заточена в определенной степени сначала на универсальном уровне, и затем уже после создания НАТО, в частности, дальше организация Варшавского договора, уже на блоковое противопоставление друг к другу. Причем очень интересный нюанс из истории. Все-таки нужно помнить, что Советский Союз в 54-м году тоже подавал заявку на вступление в НАТО, и, соответственно, ему отказали в этом. Другой вопрос, что, конечно же, вопрос в принципе, что это за структура, что это за военно-политический блок, но тем не менее, он имел на определенном этапе времени потенциал к тому, чтобы стать военно-политическим блоком не стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, но чтобы был региональный формат вот этой модели коллективной безопасности, о которой, собственно, пишет статья 52-я Устава Организации Объединенных Наций. И, опять же, нужно отметить, что, с одной стороны, да, именно вопросы коллективной безопасности и вопросы оборонной безопасности — это важные элементы, но даже Лига Наций в свое время, когда создавалась в 2019 году. Ее статут предусматривал статья 21 «Возможность соответствующих региональных форматов решения проблем безопасности в широком смысле вопросов безопасности». Там не говорилось только о войне и мире, в том числе имея в виду доктрины Монро. То есть доктрина Монро признавалась Лигой Наций. Да, та самая модель, как бы, вот этой континентальной системы невмешательства, дела друг друга, да. Вот, то, что касается юридических контекстов, да, конечно, большинство организаций, которые занимаются тематическими вопросами, ну, например, сегодня вот была озвучена тематика доклад со стороны Всемирной Материологической Организации по поводу того, что экологическая проблема и вопросы экологической безопасности становятся одними из наиболее острых. Это вопросы питьевой воды, это вопросы, связанные с опустыниванием, да, как бы, это вот та тема, которая касается изменения климата, и, к сожалению, в условиях пандемии мы немножко, как бы, вот этот вопрос меньше поднимаем, но, на самом деле, острота его остается такой же, и, может быть, и будет усугубляться, да, каждый раз. Соответственно, да, кто занимается проблемами международной экологической безопасности? Конечно же, это не только специализированная организация, но это и сама организация Международных Наций в рамках вот тех проектов, которые существуют по изменению климата, соответственно, по предотвращению этого изменения, да, это и парижские соглашения в том числе, но достаточно ли их, да, то есть вот вопрос универсального регионального, да, как бы, с одной стороны, универсальные усилия, безусловно, должны быть, и они являются определяющими, с другой стороны, эффективность мер, которые касаются всех государств мира, зачастую бывает ниже, чем то, что делается на региональном уровне в рамках более компактного круга заинтересованных государств, имеющих определенный потенциал. Вот если это так, то есть если действительно имеется потенциал и, соответственно, есть желание, то, конечно, усилия могут быть гораздо более эффектными, да, как бы, имеющими больший результат. И, в частности, Европейский Союз показывает пример такого рода, хотя мы рассматриваем его как сейчас, к сожалению, да, как условного, ну, недруга, хотя по большому счету это, наверное, все-таки не должно быть так, да, и вопрос о взаимодействии между не только Российской Федерацией, но и Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, с другой стороны, это вопрос, который продолжает оставаться на повестке дня, в научной дискуссии, в практике и в политике в том числе. Вот, но вот эти усилия, да, как бы они потенциально могут быть эффективны, если государство имеет потенциал близкий. Вот имеет ли Евразийский экономический союз такой близкий потенциал для того, чтобы решать проблемы экономики, да, и в том числе связанные с ними проблемы другие. Вот вопрос, на самом деле, да, как бы сегодня то, что сложилось в рамках Евразийского экономического союза, например, мы имеем достаточно интересный формат экономического взаимодействия, но мы уже попадаем в ситуацию, когда нам не хватает этого взаимодействия только в области экономики. Требуется дополнительное развитие полномочий того же самого Евразийского экономического союза, но какие вопросы здесь возникают? Это и вопрос экологии, это и вопросы образования, это и вопросы науки, да, вот казалось бы, да, в принципе, это, конечно, не оборона, это не безопасность вот в том узком смысле, о котором идет речь в рамках коллективной модели, да, коллективной безопасности, но без решения этих вопросов мы существенно объединяем свой потенциал. Вот один из нюансов, да, как бы, та же самая научная, да, вопросы безопасности с точки зрения утечки мозгов, да, с точки зрения, как бы, снижения собственного потенциала, да, в рамках Евразийского экономического союза. Почему Евразийский экономический союз этого не делает, да, почему он не создает собственные модели поддержки исследователей, да, мы, ну, частный вопрос, да, как бы, вот, сегодняшняя ситуация в Российской Федерации, есть РНФ, да, Российский научный фонд, все, больше практически таких крупных структур, которые бы занимались поддержкой исследований, нет, а если выходить на евразийские исследования, то, к сожалению, таких структур, которые бы поддерживали исследовательскую работу и привлекали сюда ученых, и не давали, ну, как бы, не создавали условия для их выезда из, будь то Российской Федерации, будь то Республики Казахстан, потому что все равно люди-то ищут те места, где интересней им развиваться дальше. Вот этих возможностей пока в достаточном количестве нет. Хотя есть определенные элементы, потенциальные возможности, УШОС, например, да, есть, но они, может быть, не так сильно используются. СНГ в какой-то степени, но, опять же, потенциал существенно ниже. А вот в Евразийском экономическом союзе эта возможность была бы существенно больше, если бы соответствующие действия были региональным образом поддержаны. По сравнению с тем же самым проектом, допустим, Horizon Europe, да, как бы, Горизонт Европа или, там, Erasmus+, который есть в Европейском Союзе, почему не использовать модель, хотя бы рассматривая ее как лучшие варианты для себя, да, как бы под себя подстраивая и используя соответствующие возможности. Конечно, это нужно делать. И смотреть на опыт других региональных структур, которые этим занимаются и решают проблемы собственной безопасности, в том числе за счет нас. Потому что, да, как бы привлечение в Европу соответствующих исследователей, безусловно, это решение проблем Европы, а не наши. Но, соответственно, нам-то нужно не противопоставлять, не ставить железную стену и занавес, а создавать альтернативные возможности для своих, да, для людей, чтобы они могли получить это развитие. То же самое касается и других вопросов безопасности и потенциал тех организаций, которые существуют на региональном уровне, он может быть существенно больше, чем он есть сегодня. Спасибо. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, есть что-то? Да, ну я чуть-чуть хочу добавить. В принципе, вы очень широко осветили. Я просто хочу в качестве примеров как бы привести, что действительно для каждого государства участие международных организаций отыграет важнейшую роль. Просто вы можете вспомнить три года тому назад, когда пандемия началась, у нас были разные протоколы в каждом государстве. И благодаря ВОЗу, который потом все это унифицировал, все это привел, так скажем, порядок, у нас появилось какое-то единообразие. Поэтому это тоже играет определенную роль, кто-то должен этим заниматься. То же самое в Казахстане. Я вот сам житель Алматы, у нас, так скажем, горы. И мы это наблюдаем сегодня, потепление температуры на 1-2 градуса, потому что для нас важны это ледники. Ледники это вода, это энергия. Сегодня мы такой же видим дефицит не только, скажем, в южных регионах Казахстана, но и наш Балхаш, река Ильи. Это трансграничное направление, где она пересекает и Россию, и Китай. Это и Урал, который берет начало в России, и мы, что мы сегодня получаем в остатке. То есть это глобальные вопросы, и причем мы должны решать в различных международных организациях, в рамках и двустороннего формата, и многостороннего формата. Поэтому это много вопросов. Это аспекты, которые требуют постоянного внимания и обсуждения. И сегодня коллега тоже сказал про ЕС. Для чего это создается? Это определенной степени аналог ЕС, чтобы было свободой передвижения капитала, свободой передвижения трудовых ресурсов. Все это мы должны унифицировать. Буквально, по-моему, в прошлом году приняли по пенсиям. То есть любой человек может передвигаться между республиками и получать на законной основе пенсию. То есть он не должен ходить обивать пироги. Есть международный документ, который превыше национального, и он может спокойно требовать то, что ему положено. То есть вот эти вещи, они облегчают. Это и визовые режимы, это и определенные экономические стандарты. Россия, как и Казахстан, страны ВТО, мы тоже видим, какое должно быть распределение товаров, какой должен быть стандарт, требования. То есть это все дисциплинирует государство, естественно, дает определенные стандарты. Поэтому значение международных организаций надо всегда поощрять и продвигать. Боже мой, даже, как правильно коллега говорил, где-то надо вносить свои предложения и инициировать по улучшению взаимодействия. Поэтому роль международной организации все-таки остается. Ну, самое главное, тем более структура, это ООН, от нее, и мы исходим, что есть те организации, где они нам просто необходимы. Взять, если посмотреть ОБСЕ, если она в Европе, то у нас в Азии нет. Инициатива, кстати, нашего государства, это по созданию СМДА, например, то есть азиатской безопасности. Это тоже вопросы. Поэтому тут не бывает такого, что где-то мы получим быстрый эффект. Ну, где-то и требуется время для выработки этих предложений и создания определенной структуры, которая бы регулировала все эти наши отношения. Это тоже, Андрей Георгиевич, пожалуйста, два слова сказать. Ну, во-первых, я бы хотел отметить, что роль международных организаций, она является неотъемлемой частью такого процесса, как интеграция, интеграционные процессы. И вот если мы взглянем на Центральную Азию с этой точки зрения, то, конечно, Россия, она является инициатором многих интеграционных процессов. И, наверное, во многом, благодаря тому, что Россия эти процессы проталкивает, формируется целый ряд структур, которые мы сегодня видим, да, и вот их уже называли там Евразийский союз и так далее. Но если мы переключим свое внимание из общего контекста, из там, из глобальных, из роли глобальных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, да, и посмотрим узко на эту проблему именно на регион Центральная Азия через призму международных организаций, что мы увидим? Вот возьмем такой документ, как стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Там четко прописано, да, как мы видим, сегменты безопасности через роль международных организаций. У нас есть, условно говоря, военно-политическая безопасность, есть экономическая безопасность, есть какие-то аспекты, связанные с информацией и так далее, но к ним, естественно, применима деятельность конкретных организаций. Если мы говорим об обеспечении военной политической безопасности, то с точки зрения России здесь, конечно, главную роль должна играть организация договора коллективной безопасности. Мы ее сегодня в целом выявили, да. Если мы говорим о том, чтобы с российской точки зрения в этом регионе поддерживать стабильную экономическую безопасность, то здесь выступает, естественно, главным инициатором это Евразийский Союз, да, то есть это вот как бы тот главный интегратор. Кроме него есть СНГ, который выступает в качестве политического органа, который, ну, координирует, направляет основные решения, да. К сожалению, да, я согласен с коллегами, которые говорят, что сегодня роль СНГ несколько снизилась по сравнению с предыдущими этапами. И, кстати, президент Путин об этом тоже говорил и призывал неоднократно, чтобы интенсифицировать контакты по линии СНГ. Но, возможно, коллеги, кстати, некоторое снижение роли СНГ, оно компенсируется во многом инициативами, которые проводятся по линии других организаций, таких как ПДКБ, таких как Евразийский Союз. Ну, и не будем забывать про ШОС. ШОС создан для того, чтобы привлечь внешних акторов в те интеграционные процессы, которые происходят в Центральной Азии. Ну, это, в первую очередь, конечно, Китай, главный наш партнер, без которого, естественно, Центральный Азиатский регион, он не может, ну, как бы, самостоятельно развиваться. И так или иначе, Китай всегда будет здесь присутствовать, как, так сказать, актор влияния. Вот. Но, все-таки, вот если отвечать именно на вопрос, связанный о роль международных организаций и безопасности, то, с моей точки зрения, вот сегодня говорить о том, что, например, Евразийский Союз должен показывать результаты аналогичные, ну, например, Европейскому Союзу, ну, достаточно наивно. Достаточно наивно в том плане, что у Европейского Союза, извините, 70 лет интеграционных процессов, да, а Евразийский Союз только, ну, вот, ну, вот рождается на наших с вами глазах, да, и нарождается он в ином регионе, с другими особенностями, с другими экономическими возможностями. И поэтому, вот, сказать, что вот за такой короткий срок он, ну, должен показать такие же объемы результативности, как Европейский Союз, ну, я думаю, наверное, рано. Вот. А перспективы у него открываются очень хорошие. И я думаю, что если Евразийский Союз, ну, скажем, вот, будет двигаться по этому пути, и такими темпами, как он сейчас двигается, он не только покажет результаты равные Европейскому Союзу, у него есть все шансы обогнать Евразийский Союз, Европейский Союз, учитывая, что сегодня Европейский Союз находится в состоянии глубокого кризиса, то, что мы называем европессимизм, да, развал, Brexit, да, вот, а мы напротив-то тенденцию-то в Центральной Азии иное видим. Мы, наоборот, видим стремление сближаться, стремление развивать контакты, в том числе и контакты экономические. Вот это вот, на мой взгляд, очень важный аспект. Ну, и вот, не могу не добавить к славам уважаемого консула относительно пандемии, да, которую мы с вами видели, но вот, на мой взгляд, ну, что может быть ярким примером сотрудничества в сфере безопасности, да, вот в данном случае безопасности, ну, как сказать, медицинской, да, то есть, насколько я понимаю, Казахстан во многом использовал наработки России, в том числе и по прививкам, да, я здесь... Спутник Ви, да, вот я вам скажу. Да, так что, коллеги, ну, это ведь как раз и есть вот то, что мы говорим, да, обеспечение безопасности при помощи интеграционных процессов и схем сотрудничества через организации. Вот так. Ну, я здесь могу только добавить по поводу пандемии, что мы вот по линии, да, оно Центральной Азии делали специальный, да, выход, и у нас там присутствовали коллеги из Киргизии, Таджикистана, они говорили, что без Казахстана и без Российской Федерации они бы просто не справились с этой ситуацией, да, вот. Ну, и конкретные примеры называли, там были люди, кстати, не политологи, не юристы, да, не люди, которые занимали какие-то консульские там, да, позиции и так далее, они мыслили как представители общественных организаций, врачи были, медики, очень много, ну, по понятным причинам, да, что это в первую очередь все-таки медицинская проблема имеет свой существенный медицинский аспект, вот они говорили, что просто положение было настолько безвыходное, что без помощи других государств невозможно было. Ну, и здесь, наверное, на правах модератора я добавлю такой момент, что ЕАЭС, безусловно, вот, имеет положительную динамику, безусловно, нужно время, чтобы как-то оценивать, да, какой-то потенциал большой. Мы видим, что страны нащупывают свое место, которое входит в этот ЕАЭС, да, ну, возьмите Узбекистан, да, очень осторожная позиция, позиция наблюдателя, но я думаю, что если Узбекистан подключится прежде всего к экономическим процессам, да, и интеграции экономической, то, соответственно, перейдет из статуса наблюдателя в статус участника, да. Очень сложная ситуация с Таджикистаном, постоянно обсуждаемая на уровне экспертов, вот, на уровне экспертов я тоже неоднократно это обсуждал, вот, почему, собственно, Таджикистан, входя в ВДКБ, да, не входит в ЕАЭС, да, там есть ряд аспектов своих, да, но до сих пор этого не случилось по ряду проблем. Может быть, это связано с внутренними, да, значит, вещами, да, может быть, это связано с состоянием, скажем, того, что мы называем транзитом власти, вот, ну, вы знаете, что в последние дни все говорят о туркменском транзите, да, вот, хотя эксперты говорят, что это все ожидалось, да, и мы помним, да, вот эти все прикидки экспертов и в 19-м, и в 21-м годах, да, вот, ну, посмотрим, во что это выльется, потому что пока этот процесс идет тихо, мирно, вот, дай бог, чтобы, соответственно, это тоже не нарушало безопасность всего региона и всех стран, которые находятся в Центральной Азии и, соответственно, граничат с этим регионом, вот, и взаимодействуют с ним. Уважаемые коллеги, у нас всего час 20, я, поэтому у меня вот тут расписано очень много, да, вопросов, которые я хотел задать нашим уважаемым экспертам, вот, я думаю, что мы не раз с ними еще встретимся, но у нас тоже есть лимит определенный по времени, час 20, мы его фактически использовали. Огромное спасибо всем, кто вот с мест задавал вопросы, думаю, их могло бы быть больше, если бы у нас был больший формат, но, с другой стороны, значит, раздвигать рамки экспертной передачи, там, на, например, 3-4 часа, это тоже проблематично, я думаю, что все и эксперты, и слушатели сегодня это понимают, да, это сложно и, наверное, непродуктивно. Поэтому надеюсь, что мы встретимся с вами еще не один раз, а на сегодня давайте поблагодарим наших экспертов, поаплодируем им. Огромное спасибо, ну и на этом, я думаю, что мы можем закончить наше сегодняшнее мероприятие. Всем огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok